На некоторых участках линии разделения сторон на востоке Украины сегодня возникало ощущение, что военные действия возобновились. Об этом свидетельствовали доносившиеся звуки боя. Хотя вооруженное противостояние здесь, по сути, не прекращалось, несмотря на договор о прекращении огня. За последние месяцы это самые ожесточенные бои, свидетелями которых нам довелось стать. В деревушке, находящейся рядом с линией разделения сторон, Саша, Катя и их дочь Аня были вынуждены укрыться в подвале. Десятилетняя Аня из-за обстрела не смогла попасть в школу. Да, хожу. Сегодня были отработки, но я не пошла, потому что начались обстрелы. К этому привыкли. Это наш дом, никуда ехать. Ее мама Катя сказала, что они будут в подвале, пока не прекратится обстрел. Поэтому у каждого своя семья мы здесь остаемся. Сегодня бои шли в районе Маринки. Она находится рядом с блокпостом, через который можно пересечь линию разделения. За последние месяцы мы десятки раз проезжали по этой дороге. Местные жители пользуются ей каждый день, чтобы попасть в территорию, контролируемую украинскими войсками, на территорию сторонников самопровозглашенной ДНР. Они навещают родственников или едут на работу. Но лишь за несколько часов ситуация на этом участке существенно изменилась. Если верить видеокадрам, снятым сторонниками самопровозглашенных республик, военные действия концентрировались в одном месте. Однако есть опасения, что конфликт может вспыхнуть с новой силой. Это станет испытанием для европейских лидеров, пытающихся договориться с Россией о соблюдении мира на востоке Украины.